Всем привет, с вами Плиморфик. Давайте поговорим о последних новостях из мира Star Citizen. Циги выпустили очередной эпизод Инсайда, который посвятили кораблю Праулер. Он станет первым кораблем в игре от инопланетной расы Таварин. Первое судно инопланетного вида является серьезной проблемой для разработчиков, так как оно определяет стиль всей расы и последующие корабли будут строиться по этому же образу и подобию. Пример недавно вышедший Бану Дефендер. Поэтому особое внимание уделяется и Праулеру, так как это первый корабль, в нем должны отображаться все ценности, образ жизни и особенности Таваринов. В передней части корабля, в кабине, пилоты расположены один на другим. А отсек для компонентов находится сзади. Мы можем увидеть отличия от человеческих кораблей, характерные только для Таваринов. Этот корабль вдохновлен птицами. Он имеет форму, расширяющуюся вверх, где расположены крылья. А опоры напоминают ветви деревьев. Также имеются отличия и в открывании дверей. Орган контроля управления также отличается от человеческих кораблей, который дает совершенно другие ощущения в использовании. Разработчики говорят, что предстоит еще много работы. Нужно найти подходящие материалы, которые будут характеризовать расу Таварин. Также в новом инсайде обсудили некоторые инструменты, которые команда использует для создания игры. Их основой является редактор, который позволяет создавать контент во вселенной. Также есть инструмент, который позволяет извлекать сборки для работы с ними. Также можно редактировать данные и характеристики объектов игры. Разработчики делают 20 сборок игры в день, и они должны выполнить множество тестов, особенно с проходом под вулкан, чтобы выявить все ошибки. Для этого разработчики используют автоматизированные тесты. Они позволяют выполнить 180 тестов за 3 минуты. Они не обнаруживают все, но значительно ускоряют работу для отдела контроля качества. Если не хотите отставать от последних новостей игры Star Citizen, подпишитесь на мой канал. Также ставьте лайки и комментируйте. Поддержать канал вы сможете по ссылке в описании. И до скорых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok